Всем привет! И снова команда Белбар в деле. Чеглинцев. Аристархов. Все те же на месте, все те же в деле. На манеже все те же. На манеже все те же. Столы и высли. Да. Я не могу это за столы и высли, меня просто убивает. Сегодня мы готовим очень вкусный супец. Рацион от Белбар продолжается. Мы путешествуем. Продолжаем путешествие, мы не останавливаемся. Гастропутешествие. Да. Пока что мы путешествуем в районе Киева и Киевской области. От Браваров в Киев, из Киева Бравары. Да. Ну и тут по участку еще чуть-чуть путешествуем. Ну мы надеемся, что это скоро справится. И мы вам будем топ контент делать. А сегодня мы готовим гаспачо. Немножечко испанских будней в наши серые украинские реалии. Карибского настроения. Это если мы туда не будем роба, тогда будет карибское настроение. Мы можем добавить все, что угодно. Своими руками, вот этими руками, які ничего не крали, и этими очами, які ничего не бачили, как эти руки крали. Вот эти руки ничего не крали. На самом деле, это звучит очень пафосно, так, типа, блин, готовим гаспачо. Это делается, ну по факту, если бы мы тут с вами не беседовали, это делается, ну минут за пять. Ну да, это очень быстрый суп. Не надо ничего варить, не надо ничего, вообще ничего. Отличная штука для лета. Да. Летом заходит на ура, на даче, дома, на работу взять с собой, приготовить заранее. Идеально. Да. Ну, легкий, освежающий, охлаждающий. Как ты любишь сказать, что некоторые твои товарищи его употребляют из шотов. Да, можно даже, если сильно захотеть, и вот так вот изощриться, можно налить его себе в рюмку. 50 на 50 с ромом. И тогда карибского настроения будет. Начинаем готовку. Говори свою коронную фразу. Поехали. Погнали. Начинаем мы с очень простого. Нам нужно очистить помидорчики. Наши красивые помидорчики. Да, очень важно выбирать помидоры, чтобы они были немножечко мягкие. Переспевшие такие уже. Чуть-чуть переспевшие. Вот эти, они даже не выглядят переспевшими, но если присмотреться, то на них есть такие немножечко темноватые пятнышки, значит, они начали внутри пускать сок. И мы сейчас будем мякоть извлекать, чистить их. Как там эта технология называется? Надо их отдать кипятком, потом быстро в холодную воду. Мы попробуем этого всего не делать. Это очень долго, очень муторно и очень сложно. Ну, посмотрели некоторых ребят, которые готовят тоже гаспачо своими руками в интернете. Дома. И они тоже говорят, не надо заморачиваться, просто взяли и сняли шкурку. Поэтому вооружаемся ножом, вооружаемся дощечкой. Нам нужно обязательно снять кожуру. И нарезанные ломтики помидорчиков будем с вами уже складывать вот в такой аппарат. Кутер. Который называется? Кутер. Кутер. Не блендер, а кутер. Ну, на самом деле, я думаю, что он называется не кутер, а катер. От английского слова cut. Ну, резать. Да, да. Вот, поэтому кутер это просто подслушано на просторах интернета, то что называется. Вот, поэтому просто режем помидоры и чистим их. Убираем вот эту вот движуху с помидоров, беленькую попку. Кстати, помидоры пахнут офигенно. Она должна быть очень вкусная. Ну, вы взяли, как говорят, что есть разные виды гаспачо. Темный гаспачо или бурый гаспачо. Да, из черного принца, если сделать помидоры. Из помидоров черный принц. Я думаю, что это просто надо делать как с яблоком. Мне почему-то так кажется. Вот просто, Лех, смотри. Я просто вот так срезаю. Ну, она срезается. Идеально. Вот так вот она и срезается. Я не знаю, получится ли у меня так, как у тебя. И давай сразу в кутер. Даже не надо морочиться с тем, чтобы отдавать кипятком. Вот она снимается, все очень легко. Это напоминает, когда ты рыбу чистишь, лосося срезаешь с кожуры, допустим, что кожуры не было. Это напоминает мне это. Логично. А зачем мы снимаем кожуру? Как говорят источники, которым мы доверяем, без кожуры оно получается еще более однородным. Нет вот этой вот какой-то ненужной текстурности, фактурности в супе. Он должен быть абсолютно однородный, как пюре, ну не пюре, а жиденький томатный суп. И получается, если мы не снимем кожуру, то у нас останется вот это ощущение, как будто... Кусочки вот этой вот, пленочка такая. Да, какие-то кусочки еще остались там. А этого быть не должно. Поэтому мы эту кожуру благополучненько снимаем. Вообще, про историю супа гаспачо говорить сегодня не собирались и, наверное, не будем. Не, если вам просто будет интересно, это все доступно в интернете, вся эта информация. Но действительно очень распространенная штука летом. Работая в разных ресторанах, поскольку Леша уже в предыдущих видео, которые вы можете посмотреть прямо вот здесь, он говорил, что я работаю в этой сфере, действительно это так. Где бы я ни работал, на летний сезон всегда запускается меню с томатами. Это и карпачо из томатов, это и гаспачо, тот, который мы сейчас с вами готовим. Поэтому это очень летняя движуха. Скажи, пожалуйста, вот если брать вообще супы, вот ты в детстве... Я вообще не люблю. Ты не любишь супы? Нет. То есть, если сегодня у нас получится, то тебе это прям зайдет? Это будет твой любимый суп, возможно? Нет, мой любимый суп это все равно какой-нибудь грибной суп-пюре с грибами. Ну, грибной суп-пюре ушло надо. Ну, сразу видно, человек в рестораны просто ходит, привыкший кушать изыски. Мы, кстати, с вами его приготовим. Грибной? Да. Ну, мы его ближе к осени приготовим, когда вот будет актуально, к ноябрю, возможно. Я вам даже больше скажу. Мы знаете, что сделаем? Леха, как тебе такой вариант? Мы поедем в лес на бусе, насобираем грибов, целый бус? Нет, ну, собираем корзинку грибов и прямо в лесу его сделаем, грибной суп. Отличная идея. Крем-суп. Да. Главное, чтобы кто-то перед нами проехался и... Собрал грибов. Натыкал этих грибов. Чтобы мы поганок не насобирали и не сделали топ-контент. Кстати, ну, если вы... Мне интересно, допустим, как понять, гриб съедобный или несъедобный. Если вы... Собрался человек. Ну, да, я вот не знаю. Если вы знаете, то пишите об этом в комментариях. Будет достаточно. Да, я просто не особо разбираюсь, действительно, ну, как определить, можно из этого гриба готовить или нет. Ну, давайте обмениваться мыслями, что вы по этому поводу думаете. Понятно, что есть поганки, мукоморы, но есть и другие грибы, которые кушать нельзя. Как определить, этот гриб съедобный или нет? Помидорки готовы. Вот, смотрите, вот такая у нас масса получилась. Кутери. Катери. Кутери. Мне так нравится это слово, но оно максимально акумпичное. Оно такое ламповое. Ламповое. Вот, теперь мы туда добавляем... Нарезаем чесночка. У меня есть... Одну, один зубчик. Тут полтора зубчика, но они настолько маленькие, что как один. Ну, потому их и полтора, да. Но нормального размера один зубчик. Нам же нету задачи у нас сделать прям максимально чесночный суп. Это так чуть-чуть легкого аромата чеснока добавит. Потому что чеснок, как вы знаете, он увкусняется. И мы туда порежем зеленый лук, но мы порежем только вот белую часть, дабы оставить его вот в таком цвете. Вот эта часть хвостика в зеленых у нас потом пойдет в другой... Ну, типа в этот же суп, но немножко... В гарнирчик. В гарнирчик, скажем так, да. Она позже будет использована. У нас будет тартар из овощей, которые мы положим сверху, но об этом чуть позже. Пока мы режем... Зеленый лук. Только... Белую часть. Головочку, да. Погнали. Давай покажем, что у нас есть. Значит, у нас будет здесь перец, маска. Упс. У нас будет здесь, в качестве дополнительных ингредиентов, вот такой вот бальзамический соусец. Оливковое масло, перец. Соль. Смесь пяти перцев. Смесь пяти перцев, да. Смесь пяти перцев и соль. Так что, давай начнем с соли и перца. Нет, давай уже дорежем все, что надо дорезать. Дорежь туда сельдерейчика. Сельдерея мы режем вот только вот эти вот верхушечки, да? Мы отрезаем цветочки. Разветвление. И вот эту всю верхушку погона, ну то есть... Знаешь, как это, как шо выглядит? Как что? Аэм, груд. Как-то как... Я есть груд. Я есть груд. Давай сюда груд. Давай порежем его. И мы эту верхушечку, то есть, получается, цветочек мы срезаем. Он у нас остается в качестве декора. И вот мы эту верхушечку прямо вместе со светиями полностью измельчаем, нарезаем. И вот это все тоже красоту. Теперь мы добавляем соль и перца. От души все это солим. Я думаю, может, еще порезать сельдерей или достаточно? Я думаю, что достаточно. Думаешь, достаточно? Ну, давай еще. Давай, я бы порезал стебелька чуть-чуть, как бы, вот этого. Ну, стебелька, ну, порежем. Не знаю, мне кажется, что он прям ароматный будет чуть-чуть. Вот чуть-чуть. Я не хочу сильно многое резать. Соли прям, может, не стесняться. Тут будет много всего. И перца. Ну, перца не надо. Но, опять же, это такое блюдо довольно пикантное. В некоторых источниках говорится, что в данный рецепт нужно добавить также, ну, в данный рецепт такого супа надо добавить еще и кинзы. Мы решили, мы купили кинзу. Но мы решили ее не добавить. Мы решили ее не добавить. Мы ее понюхали и поняли, что она безумно термоядерная и будет явно тянуть на себя одеяло. Да, поэтому мы добавим табаско. Да. Радикальные парни. Можешь не бояться, потому что суп гаспачо традиционно пикантный. Я же говорил, он довольно пикантный. Да, я же не боюсь. Ну, это все правильно. Алексей не боится. Уже прям красиво было. Перед тем, как добавлять вот такой вот глазированный соус бальзамический, его надо немножко встряхнуть, потому что он может где-то там осесть, чтобы он был более или менее однородный. Ну, все. Все, вот мне немножечко буквально один дроп. И сверху маслица мы это поливаем. Оливковое маслице. Хорош, я думаю. Пушечка. Потом отдельно еще сверху декорировать будем оливковым маслом этот супец. В принципе, все. Ты перец добавил, да? Да. Все, мы можем спокойненько наш кутер закрывать и перемалывать все это добро. Не в труху перемалывать это содержимое, а чуть-чуть. Нажимая на кнопку пуска потихонечку. Вот, чтобы не получилось так, чтобы мы просто жижу образуем какую-то. Вот, это вот то, что нам надо. Да, да, да. Мы такое с тобой еще не пробовали. Да, вкусно. Необычный, необычный. Ну, да. Давай вытащим вот это или пусть будет? Пусть будет. Нам надо это все переливать туда? Да, по факту наша жижа готова. Наш суп готов. Сейчас просто будет, но есть один нюанс. Как обычно, лайфхаки от Леши в этот раз. Нужно добавить гарнирчик. Но был подсмотрен некоторый гарнир. Будем делать тартар. Из огурца, перца, болгарского перца, зеленого лука и сельдерея. Сельдерей даже туда не будем нарезать. Сельдерей просто у нас нарезался туда. Не, 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 будем. Еще кусочек сельдерея надо нарезать. Там именно вот это войдет. Ну, хорошо, значит, тогда будем его нарезать. Хорошо, значит, тогда я это переложу пока сюда. Давай я пока. Так, у нас будет тогда нарезаться болгарский перец и огурец в первую очередь. Они должны быть нарезаны по ним как квадратиками. В огурце важно снять кожуру и кожуру не резать. То есть мы не будем нарезать мякоть огурца. Зерна нам не нужны, потому что и так суп очень жидкий. Нам нужно для контраста это сделать. Собственно, наша жидкость готова. Ну, жидкая часть супа. Но это и есть суп. Да, по сути это наш суп. Его не надо варить. И наш тартар из болгарского перца, огурца, кожицы огурца. Вот вся, вот вся сердцевинка, она вот осталась, она вот здесь у нас. Мы ее не использовали. Да, и что у нас там еще? Мы добавили немножко сельдерея. Немножко сельдерея и зеленую часть зеленого лука. Сейчас мы это все чуть-чуть подперчиваем. Чуть-чуть. Доливаем оливковое масло. Давай я чуть-чуть поднесу. Достаточно. Чуть-чуть оливоча капаем сюда, я буду перемешивать. Капаем оливоча? Можешь не жалеть его, в принципе. Мы еще будем украшать красоту нашу оливковое масло. Перемешиваем это все. Замешиваем это все красоту. Для того, чтобы это будет как гарнир, такая себе хрустяшка, которая будет находиться сверху супа нашего, как топпинг. Будет давать контраст текстуры и ту самую летнюю свежесть, которую мы все так ждем и так любим. Мы тут недавно посчитали, оказывается, было 8 холодных месяцев. Представляешь? Вот наш тартар готов. У нас здесь заготовлены подсушенный хлебчик. Тот самый хлебчик. Который необходим, да, для того, чтобы придать еще больше контрастной текстуры и как бы промокнуть в супце. Давай сформировать. Давай. Почистили вкусовые рецепторы. Огурец хорошо справился с этой задачей. Так называемый палит-клинс. Панкет Антона. Всегда здесь, всегда рядом. Если нужно, завить. Ну что, пробуем, что у нас получилось? Да. Выглядит это хорошо. Ну это выглядит, как по мне, вот такое не стыдно подать в каком-то ресторане, заведении. Ну то есть оно выглядит... У нас паста ресторанная была. Ресторанный гаспачо. Ресторанный гаспачо. Обязательно пробуйте, когда будете готовить, обязательно пытайтесь попробовать хлебчик вместе с супчиком, вместе с тартарчиком, все вместе. Вот так вот мы это сделаем. Да, даже так, ничего себе. И супчик, и супец же сразу. Потому что... Это очень вкусно. Да? Это прям очень вкусно. Я небольшой фанат помидоров. Блин, это очень вкусно. Оно хрустит, вот эти вот овощи дают эту свежесть. Это прям очень вкусно. Ну, можно больше хлеба даже добавлять. Ну, хлеба можно, это же не вопрос. Вы можете себе пожарить сколько вам надо, хоть целую буханку есть. Ну это летнее блюдо. Это летнее блюдо. Это когда вы... Знаете, когда еда надоела, на улице зной, и вот прям ничего не хочется. И вот если помидоры из холодильника, хорошо остуженные, то вы вот быстренько себе вот это наваяли, оно получилось очень прохладным и таким освежающим. Чем-то напоминает по ассоциациям с коктейлем охлаждающим, Кровевая Мэрия. Такой там матный вкус, но мы все знаем, что в Кровевая Мэрия используется обычный сок концентрированный. А тут свежий помидор. Свежий помидор. И как гармонично объединяется с хлебом, с вот таким тартаром из овощей. И немножко похрустывает, и мягкая, и сочная одновременно. Да. На этой прекрасной ноте напоминаю вам, что ставьте большие пальцы вверх, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы не забывать и не пропускать наши новые видео, которые выходят каждую неделю. И до новых встреч. Мы рады готовить для вас. Надеемся, вам тоже это нравится. Всем вкусной недели и пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»!